Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Михаил Непомнящий. Мы снова говорим про TypeScript в контексте React. И сегодня мы будем говорить про полиморфные компоненты и что в этой связи нам предлагает TypeScript. Представим, что у нас есть кнопочки. И эти кнопочки мы когда-то хотим как кнопочки, а когда-то хотим как ссылки. Хотим притвориться, что наша ссылка является кнопочкой. При этом у нас может быть разный набор пробсов. Соответственно, в кнопочку нам не нужно передавать href, нам не нужно передавать target, rel. То же самое может быть с компонентом блока. У нас какой-то, допустим, блок, и мы хотим либо div, либо article, либо секцию и так далее. Мы можем хотеть текст. Текст мы хотим положить в span. Можем захотеть положить его в какой-либо из заголовков и так далее. То есть вариантов может быть много. Как нам сделать это дело полиморфным? Мы посмотрим один интересный подход в этом отношении. И мы сделаем его, по сути, дважды на двух разных компонентах. А давайте посмотрим сначала на примере кнопочки. Что мне для этого понадобится? У меня есть некие пробсы, которые я предполагаю, что есть всегда. И к ним я хочу добавить проб, который я назову s. И я пока что не знаю, что это такое. В целом мы могли бы стартовать с того, что сказать, что здесь у нас либо a, либо button. Но вообще история может быть более непредсказуемой. Иногда мы хотим кликать на какую-то плашечку, какую-то панельку. И тогда нам с точки зрения семантики может вообще какая-нибудь фигня понадобиться, кроме кнопки и ссылочки. Поэтому мы можем захотеть здесь эту штуку сделать дженериком. Но мы будем рассматривать широкий кейс. Можно при желании, как всегда, его сузить до своей конкретной истории. Значит, что мы хотим? Мы превратим наш button props в дженерик. Он у нас будет принимать некий e. e как сокращение от элемента. И этот e у нас будет как раз тем самым s. Но мы ограничим напор возможных значений для нашего e до такого типа, который называется element type. Element type это специальный тип, который предоставляет нам React. И по умолчанию, если вдруг нам ничего не передано, мы так и оснаем его просто как элемент type. Если мы на него посмотрим, то элемент type по факту это у нас то, что является по сути html тегами. То есть те самые button и a они здесь есть. И мы предполагаем, что у нас создается union с возможными значениями. Но на самом деле это не все. Мы ведь хотим, чтобы у нас на ссылку в случае ссылки передавалось набор определенных props в соответствующей ссылке. Если это у нас button, то на button, соответственно, дополнительные props, которые соответствуют button. Тип кнопки, disabled или нет и так далее. И как в этом случае мы можем поступать? Как раз тот самый полиморфизм. Откуда нам взять эти props, чтобы руками их все не прописывать? И здесь нам на помощь приходится следующая штука. Во-первых, мы переименуем данный тип, который у нас уже есть, на button on props, наши некие собственные props. И создадим новый тип, тот самый button props, который в свою очередь будет тоже принимать generic. Этот generic тоже у нас будет ограничен определенным набором значений. В свою очередь он будет состоять из наших button on props и будет придавать туда этот самый generic. и будет являться пересечением вместе со следующим типом. У нас TypeScript предоставляет еще один интересный тип. Называется он component props. То есть все возможные props для определенного типа компонента. Он у нас является generic и принимает тот самый как раз элемент type. Опять же, если мы на него перепрыгнем, мы это увидим. Нам говорят, что есть еще компонент props with ref и without ref. Это если мы явно хотим отказаться от ref, либо если мы используем forward ref. Компонент props. Мы видим, опять же, тот самый T от instruct element. Как мы видели, div, кнопка, ссылка и так далее. Это как раз все эти самые штуки. И по факту он знает, какие внутри должны лежать props для конкретного элемента. Но нам нужно выбросить вот эти props оттуда. Ну, в частности, чтобы, допустим, children у нас там никак не конфликтовали, плюс еще какие-то props мы могли бы захотеть задать. Поэтому, чтобы это было более явно, мы скажем, выброси из того типа все эти типы, которые мы уже обозвали button on props. И мы получаем уже корректный тип, в котором будут данные параметры, плюс еще некоторые дополнительные в том количестве, которое нам нужно. И это будет зависеть от нашего значения s. Давайте посмотрим, как оно будет работать. Во-первых, для самой кнопки мы тоже сделаем ее дженериком. Мы скажем, что она будет принимать некий e. Но для этого e, так же, как и для тега, который у нас пока что просто button, нам надо будет его как-то определять, нам нужно некое дефолтное значение. Причем оно нам нужно и как тип, и как значение. Поэтому я создам переменную, скажу дефолт элемент. И в данном случае я скажу, что это будет кнопка. И в моем случае, опять же, e у меня будет ограничиваться до элемент type. Но дефолтным значением в данном случае у меня будет type of от моего дефолт элемента. Пропс, в свою очередь, button props требует у нас дженерика. Дженерик мы получили и передаем то, что получили. В то же время у нас есть s, который мы обещаем. И этот s мы захотим как-то использовать. Во-первых, мы захотим получить тот самый three-name. И мы скажем, что это s. Но он может быть undefined, потому что мы его обозначили как необязательный. Если его нету, мы будем использовать дефолт элемент. Соответственно, вместо button мы будем использовать tag name. Кроме того, мы ожидаем, что пользователь нашего компонента может захотеть передать нам еще дополнительные props. Как мы говорили, hreff в случае, если это ссылка и другие какие-то штуки. Поэтому здесь мы добавляем еще некий other props. Можно назвать как угодно. Просто обозначить, что что-то дополнительное. И все, что дополнительно будет передано, мы явным образом также заспредим на компонент. Мне целая история готова. Давайте посмотрим. Вот у нас две кнопки. И теперь я могу сказать, что пожалуйста, будь, и мы видим. TypeScript нам показывает именно HTML теги. Любым может быть. В принципе, можно ограничить. Я скажу, будь ссылкой. Это значит, что теперь я могу использовать hreff. Указывать сюда какую-либо ссылку. Говорить, target. Указывать сюда доступные для таргета значения. Ну и так далее. Reel и... Ну, в общем-то, я думаю, вы прекрасно знаете, что может хранить себе ссылка. Но если я ставлю значение по умолчанию, мы видели, что это у нас просто кнопка, мы не сможем передать hreff. Мы увидим ошибку. Мне предлагают заменить это на ref. Если я ударю hreff, то же самое мне скажет с таргетом. Но при этом я совершенно спокойно могу сказать type rough button, могу сказать disabled и так далее. Таким образом, давайте еще раз на него взглянем, наша кнопка стала более универсальной. Вроде бы добавился по структуре всего-навсего один проб, но за счет типизации и за счет некого хака с компонент пробсами, мы получили непредсказуемое количество пробсов, причем конкретно соответствующие тому типу элемента, который выбрал для себя пользователь. Через S Давайте то же самое проделаем на закрепление с текстом. Текст вообще простенький, я опять же ожидаю, что мне это будет, не только здесь, а может быть любой тег для текста. Опять же, этот блок мог бы быть какой-то, предполагаю, что текст сейчас мы только строку хранить будет. Но на самом деле, опять же, здесь можно было бы, допустим, реакнота сделать. Что мне понадобится? Мне понадобятся те самые два типа, которые мы до этого видели. Совершенно точно. Мне точно так же понадобится дополнительный as, опциональный атрибут as, который будет у нас, опять же, зависеть от дженерика. Extends. Element type. По умолчанию, элемент type. Ну и сформируем текст пропс. Соответственно, текст пропс, который тоже будет дженериком. Аналогичного рода. В данном случае нам умолчание не особо интересно. И снова мы говорим текст пропс и пересечение специального типа, который называется компонент пропс. Сюда мы обязаны передать дженерик. Сюда, кстати говоря, тоже. Ну и выбросим те элементы, которые у нас уже обозначены. Mid, key of, text on props. И нам остается снова проделать ту же операцию над основным компонентом. Сделать его дженериком. Сказать, что это тоже элемент type. Но нам нужен некий дефолтный элемент. Скажем, что пускай это будет div, почему нет. Теперь это будет дефолтное значение type of от дефолт элемента. Полученный дженерик мы будем передавать на тип наших пропсов. Сюда мы добавим as и остаток пропсов. Непредсказуемое количество пропсов. Ну и нам осталось сформировать тот самый тегнейм. Либо as, но он может быть indefined. Либо дефолт элемент. И надо пробросить, конечно же, на него все пропсы. Вот таким вот образом. И теперь представим, что вот мой изначальный текст. Давайте посмотрим, как он выглядит. Мой изначальный текст я хочу сделать теперь заголовком первого уровня. Беру окей as h1. И он у меня форматируется в соответствующем образом. А второй текст я внезапно, хотя это совершенно не к месту, говорю, что а это у меня будет лейбл. И чтобы увидеть разницу, мы воспользуемся HTML-атрибутом, который есть у лейбла, но нет у остальных элементов. Это HTML-for, который обычно какой-то отечник принимает. TypeScript счастлив, его это устраивает. Эта штука будет передана на элемент. Но мы не сможем подобную штуку передать на заголовок верхнего уровня, потому что заголовки с такими атрибутами не работают. И чтобы убедиться в том, что все корректно получилось, давайте посмотрим все дело по разметочке. И вот наш заголовок h1. Мы не передавали туда никаких дополнительных пропсов. Вот наш лейбл. HTML-for превратился в обычный for. Все корректно. И наши кнопочки. Первая, выглядящая как кнопочка, но на самом деле ссылка, у которой есть href, у которой есть target. Вторая осталась обычной кнопкой, у которой есть typebutton и есть disabled. Что обещали, то и получили. При этом у нас все это дело, как мы и говорили, полиморфично. Нам не пришлось явным образом указывать набор вот этих azprops. Хотя мы могли бы придумывать какие-то свои алгоритмы, когда один набор валитен, а когда валитен другой. Но в данном случае мы получили более универсальную историю. Нам по факту нужно обработать только два подходящих пропса. Все остальные пропсы нас вообще не интересуют. Нам важно, какие валидные, а какие нет. И уже за нас TypeScript все это дело решил. По факту, для того, чтобы это сделать, нам понадобилось всего-навсего два вспомогательных типа, которые предлагает нам сам React. На этом на сегодня все. Надеюсь, было полезно. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. До встречи в следующих видео. Кстати, да, если что-то было непонятно, приглашаю вас на мой курс по TypeScript. Он уже опубликован. Всем пока!